20 января 2019 года В конце всегда аминь говорите. Аминь. А если кто не согласен, он мне не говорит. Павел говорит. Как слово аминь? Кто знает, что означает слово аминь? Да будет так. Да будет так, да. Я согласен с этим. Аминь. Если кто-то что-то говорит, даже не молитву. А ты хочешь сказать, что я с тобой согласен, брат или сестра, скажи. Аминь. Все значит, вот ты выражаешь полное свое согласие с этим. Вчера я спрашивала, что такое, мы прочитали Евангелие от Матфея, третью главу с вами разобрали. И там было слово ехиднина. Ваня мне с Матфеем обещали найти. Вот все-таки вы были более правы, да? Кто это? Нет, это... Вы все скорее были правы. Это, в общем, единственное млекопитающее, которое... Как сказать... Которое яйца несет. Единственное млекопитающее, которое несет яйца. Ну, после утконоса. То есть, ехидна и утконоса, они единственные млекопитающее, которые... Так ехидна или ехиднина, это одно и то же, да? Это одно и то же, да? Да. Она что-то вроде дикобраза с таким вот длинным носом. Живет в Астралии. Вот. А я вчера тоже открыла. У меня, наоборот, выпало, что из Библии вот это место проведено, о том, что это как раз визгадюки, как вы писали, змея, наверное, какая-то. Вот, видите, два разных источника информации, что это как гадюка. То есть, он им сказал по рождению ехиднины, Иоанн Креститель. Он это сказал с какой целью? Вот он увидел фарисеев и садукеев и сказал, а? Обличить. Обличить их. То есть, вот это он не доброе что-то, да, про них хотел сказать, а именно вот обличительное такое, что ехидна, ехиднины, вот, называют, почему их. Как бы хочет показать, какие они злые, коварные. Вот когда говорят, о, змеюка какая, да, это они что хотят, комплимент сделать или наоборот, а, Фресине? Когда говорят, змеюка, да, вот эта змеюка, гадюка, то есть, имеется в виду, какой человек-то злой, плохой, да, коварный, да, еще обернется и укусит и ужалит, да. То есть, вот он это имел в виду, хотел в коварстве, в зле их обличить, и поэтому он их назвал по рождению ехиднины. Еще отсюда такие выражения, как, говорит, какой он ехидный, человечек, да, ехидный, или ехидная какая, противная, да. То есть, это вот все из одной серии комплименты, в кавычках. Вот, вспомнили. Так, молодец, Ваня, что не забыл, посмотрела эту домашку. А задавала я вам Ефесянам 6.1, так? Кто выучил наизусть? Мы вот учили этот стих давно-давно с вами. И вот кто-то выучил, а кто-то должен был просто вспомнить. Наизусть давай, Нестер. Дети. Дети, помянуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Так, кто еще? Дети. Я сейчас проверю, я точно не сказала. Дети, помянуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Именно повинуйтесь в Господе. А есть ли неверующие родители, или родители, которые предлагают что-то дурное делать? Их тоже нужно слушать. Вот ребенок уверовал, а родители неверующие. И у нас есть такие примеры, и были такие примеры, когда остались родители неверующие, они не хотели этого, этого, этого. Нужно в этом им повиноваться? Ну, Вань, нет, не нужно. Если родитель показывает дурной пример, или учит, и говорит, ты вот в церковь не ходи, зачем ты вот это, вот это, ты, 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 ты. И начинают, или неверующие родственники, которые что-то говорят, зачем ты рано встаешь, спи, надо спать, ты ребенок, да, не надо молиться, вставать, читать, спи до обеда. Или еще что-то, и начинают, а именно повиноваться, поэтому там такое место, в господи, то, что в господи нужно. Чтоб книжечки нельзя задевать. Книжечки не трогай, сиди слушай. В господи повиновение должно быть, а не просто повиноваться всему, чему скажут взрослые, да. Взрослые могут еще такому научить, что не надо даже слушать такое, понятно? Вот, в господи. Здесь вот сейчас посмотрю. Второй том не у кого, не все первые разбирают. Вот второй том. Сейчас мы на это место толкования прочтем. Так, шестая голова, шестой, девяносто шестой, стреляется. Шестая голова, шестой, девяносто шестой. Шестой, шестой, вот. Вот, смотрите. Вот мы прочитали стих, например. Вы какой-то стих прочитали, и вы не понимаете, вот, что он означает. Вот есть такой трехтомник у каждого из вас. Вот, послание во втором томе. Ну, там не только, нужно смотреть содержание. С первым тома начинается Евангелие толкование. И вот второй том. Здесь, вот я по содержанию сразу нашла. Вот шестая глава от Ефесянов. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. И второй стих. «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. И здесь вот о том и говорится, что если отец побуждает в какому-то нечестию, отец родной, да, то не нужно его слушаться. А слушаться нужно именно родителям повиноваться. Господи. Третий стих. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». То есть сразу первое. «Если ты делаешь это, то тебе будет это». Ибо первые заповеди не говорят об обетовании и воздаянии, потому что они содержат в себе запрещение зла. То есть не делай того, не делай того, не делай того. Понятно, да? Просто не делай. Потому что христианину злое делать нельзя. Там не говорится, что тебе за это будет, что тебе за это не будет. Это понятно. Это просто нельзя делать. И все. То здесь уже идет. Эта же заповедь касается совершения добра. Первое. И содержит обетование. И замечательный порядок. Как только законодатель отклонил людей от злых деяний, то есть заповеди, которые запрещают что-то делать злое. Он, намереваясь ввести к совершению благих дел, на первом месте поставил почтение к родителям. То есть, чтобы быть христианином, вот нужно первое не делать, не убей и так далее. Все заповеди, чего делать нельзя. А дальше апостол Павел пишет о том, что нужно повиноваться родителям. То есть, уже теперь христианин – это не только тот, который не делает плохого, но это еще тот, кто делает доброе. Отучились от плохого, начали делать дела благочестия. И первое из них – послушание, повинование родителям в Господе. И на первом месте поставил почтение к родителям, так как они первые после Бога благодетели для нас, как источники жизни, то по справедливости пусть первыми наслаждаются нашими плодами. А если родители неверующие, но они неплохое что-то от вас требуют? Неверующие родители, может быть, бабушки, дедушки, да? Помощь им нужна или еще что-то, и они просят об этом. Нужно им повиноваться или нет, если они неверующие? Нужно. Нужно, да? То есть, нужно. Если они неплохое, говорится про плохое, про дурное, если они учат, то здесь слушаться, дается право не слушаться им, да? А если они просят о добром, о помощи особенно, если престарелые, то нужно обязательно про них не забывать. И также с почтением к ним относиться, даже если они неверующие. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Благо. Полиночка, что такое благо? Благо, это значит хорошо. Хорошо, это значит добро, это значит благополучие, благоденствие, да? Благо, разные блага. Какие блага бывают еще и материальные блага, да? Духовные блага. То есть благ очень много. Так вот, тебе будет благо, то есть что-то очень хорошее, если ты будешь выполнять первые стихи, а в третьем, говорится, будет тебе благо. То есть будешь слушаться родителям, будет тебе разные виды блага. И будешь долголетен на земле. Долголетен. Полина, что такое долголетен? Большие-то я знаю, поэтому я вас и не спрашиваю. Для вас слишком легкий вопрос. Долголетен это что? Из двух слов состоит. Давай, разбирайся. Долго, лето. Значит... Да, то есть он будет жить много лет. А чтобы человек жил много лет, это надо что иметь? Хорошее здоровье. Как правило, больные-то рано умирают. Заболел, поболел, поболел, умер. А вот долголетие, это значит, иметь надо здоровье хорошее, крепкое здоровье. То есть еще и Господь здоровье тебе даст, благо тебе даст, и долголетие тебе даст. И все это в том, чтобы повиноваться своим родителям. Понятно? Запомните это. Крепко-накрепко себе напишите на своих сердцах. Дети, повинуйтесь родителям своим. Некоторые говорят, да я уже большая, я сейчас уже сама решение принимаю, не лезьте в мою жизнь, да? А потом случается что-то не так пошло в жизни. А вот родители советовали совсем другое. Ну, я опять же говорю, про верующих родителей, в Господи родители. Потому что это прям вот подчеркнуть надо, в Господи имени. Так, с этим стихом мы закончили с вами. Молодцы. Все, кто выписал, кто не выписал. А куда я положила? Вон. А, все. Кто не выписал, вы пишите позже. Я потом как-нибудь соберу тетрадочки и проверю здесь. А, ну, пролистаю, посмотрю, чтобы все были выписаны, подписаны. Чья, чтобы я узнала, чья это тетрадочка. Ваня, подписай? Нет. Вот. И посмотрю, если вы пропустили, например, вас не было там в выходной, да? Вчера они ничего не писали, а вот по воскресеньям. То вы можете всегда у брата, у сестры взять и выписать, что там было. Чтобы у вас все были записи. И храните эти тетрадочки. Вот я знаю одну уже взрослую женщину моего, примерно, в возрасте. Она, у нее есть тетрадочка, которую она писала. Когда была маленькая, наверное, еще младше вас, может, вот такая была. Писала долго, записи делала. Еще ее, знаете, их ночь, ей поручение такое дал, делать записи. И она ее хранит, эту тетрадочку, как она писала. Вот своей маленькой ручкой. Может, уже до школьной тетради ничего, может быть, и не сохранилось. А вот эта у нее сохранилась. Поэтому вы храните тетрадочки, свои записи, вашей ручкой сделанные. И повторяйте, мы самые только основные моменты. Мы не можем всю Библию туда переписать. Но то, что мы разбираем, должно у вас остаться и в памяти. И в тетрадочках всегда раз, открыли, пролистали, глазками пробежали, вспомнили. Вот на следующее занятие я вам раздам сегодня... Сейчас не буду раздавать, чтобы вы не растеряли, хорошо? Вот, чтобы вам не переписывать всю молитву, я вам поручу выучить... Я думаю, что вы даже знаете ее. Но еще раз вот ее повторить, и мы ее все вместе здесь по очереди буду вот так вот говорить. И по одному стиху будем рассказывать. Молитва оптинских старцев. Знаете ее? Ее на утреннем правиле читают. «Господи, дай мне с душевным спокойствием в среде все, что принесет мне наступающий день». Да, вот это очень такая хорошая молитва. Даже бывают неверующие люди где-то прочитают ее молитву и говорят, «О, вот мне надо вот эту молитву». Очень она нравится. И... Чтобы вам ее долго не писать, я вам ее уже прям распечатала. Вы ее вклеите, можете рамочки цветные красивые сделать, да? И выучите. Мы на следующее занятие ее прочитаем и разберем. Или можем прям сейчас разобрать ее даже. В принципе, она изначально была создана на русском языке, на понятном русском языке. То есть здесь нет вот этих сложных славянских оборотов, которые нам где-то догадываться приходится, какой здесь смысл. Она создана... Кто такие оптинские старцы? Сочинили эту молитву. Оптинские старцы. Кто это такие? Да, ее еще называют «Молитва последних оптинских старцев». Почему последние? Может быть, еще какие-то там будут оптинские старцы на земле кажутся. А, на земле последние старцы. Кто знает, кто такие оптинские старцы? Ну, не знаю, давайте... Пустошь или пустынь, да? Оптинская пустынь. Пустынь, да, по-моему? Пустынь. И что это такое? Ну, просто давайте, Леви, варианты. Что это такое? Ну, может быть... Ну, если старцы, какая-то пустыня... Были какими-то монахами. Монахи уже так. Чуть-чуть ближе хранят. Отшельники. Отшельники тоже, верно. Отшельники, монахи. Это все вот из одной серии. Действительно, есть такой монастырь оптинопустыни, или оптинская пустыня называется. Она находится в Центральной России, по-моему, в Калужской области. Есть такой монастырь. Раньше там отшельники селились. История считает, что там... Ну, чуть ли не со времен еще, там, или Ивана Грозного, то ли Бориса Годунова. Идет история поселения там этих отшельников, пустынников, монахов и так далее. И там среди них есть... Эта пустынь подарила много. Есть такая икона этих святых. Святых подарили. Подарила нам этот монастырь. Которые там трудились и прославились тем, что люди, когда узнали, что там они живут, и потянулись к ним, обнаружилось, что у многих у них есть... Ну, это не в один день, а там вот на протяжении вот этих веков существования были такие старцы, были там праведники, преподобные, которые обладали даром исцеления и обладали даром прозорливости. И они... Прозорливости. Это значит, они видели будущее, видели, что произойдет. И они о стране, о людях давали такие, ну, как называется, пророчества, и они сбывались. Потом, когда время проходило, они сбывались. То есть, вот, такие... Господь через таких людей, которые обладают этим даром, отдает вот такие чудеса. И этим она прославилась, исцелением и пророчествами, это пустынь, и духовными подвигами, наставлениями, советами. То есть, там очень духовные старцы жили. Ну, старцы вообще все такие духовные. Ну, там вот такие прославленные были, что канонизированные, святые, иконы есть с их ликами. И вот одна из самых знаменитых молитв, а у них там очень много, и какие-то и вакаписты, и каноны они сочиняли. И даже точно не знают, кто сочинил эту молитву. Возможно, она носила соборный характер. То есть, несколько людей, которые сочинили ее, добавляли. Есть несколько вариантов, даже эта молитва более расширенная, но вот самая популярная, которая в молитвословах помещена, это вот эта. Мы ее именно ее и выучим. Чтобы все, что принесет на наступающий день, мы принимали, как от Господа, с терпением, с любовью, с молитвой. Вот эту молитву я вам раздам. Я гляжу, у них тетради, а они еще не записали. А может быть, стиха 2 из Библии записать, к филиппийцам 1, 23, и Иоанна 14, 6, чтобы они заучили. За столы не сели, что накрыты столы, сегодня трапеза. Мы поймем... Ну, даже так, на коленях могут записать. Два стиха в Писании, и на неделю, чтобы они рассудили, как это в жизни применить. Дома вы пишите этот стих, а название стиха какое? К филиппийцам 1, 23, откройте. Пишите филиппийцам 1, 23. Условия-то такие, чтобы были, как в школе-то не всегда бывают. Смотрите, у кого ручка? Нет. Смотрите, вот эту ручку... А вот отсюда брать это не разрешается. Вот написано. А я вам верну сразу. Я при вас, при вас. Нет, не при нас. Мы тут подписываем, приходим по ссылке, а в это время у нас ничего нет. И на место не положат другое место. Лучше с собой берите две ручки. Я вам разрешаю только написать с ручки две, не больше. Смотрите, вот такая ручка. Я вам ее, по-моему, уже показывала. Ее специально изготовили. Из Америки. В Америке, да. Смотрите, написано. Сейнт Джон Де Бептист. Святой Иоанн Креститель. Вот, я у них там в Вашингтоне гостил у этих людей, которые издали ручку эту. Филиппийцам? Читай, нет. Виктор Потапов. Фил, пишется Фил филиппийцам. Фил лечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Что он считает? Ну-ка, возьми, посмотри. Скажите, какой стих? 1,23 филиппийцам. 1,23. Да. Да, вот. Послание к филиппийцам 1,23. Да. Лечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А о чем речь идет? То есть умереть лучше, чем жить. Вот какая вершина. Для него ни смерть, ни что не страшно. Запишите себе. 1,23. Записали? 1,23. И в какой второй стих? В 14,6 Евангелия Теана. И старайтесь заучить и рассудить об этом. Скажи, я могу так сказать или нет? Павел говорит, желаю разрешить от этого тела, умереть, меня казнят. Это лучше, я со Христом буду. Вот. Не подходит к животолюбцам? На тех же, но Павлу тогда сколько лет было? Смогут детям в таком возрасте порассуждать? У Вавилы было трое этих ребятишек. И когда били, они жалели, сколько лет, столько плетей дать. Они жалели, что мне мало лет. Пишите. Герои веры. Евангелие от Иоанна, Иоанн, то есть Иоанн. Через двоеточие, 14,6. 14,2,6. 14, значит, глава, 6 стих. Иисус сказал ему, я есмь, путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к отцу, как только через меня. То есть никакая вера, ни буддизм, ни мусульманство. Никто не придет к отцу, хотя они называют, только через Христа. Он единый во Святой Троице. Так, ручку еще кому я забыла? Возвращаю. Так, со своими ручками приходите в следующий раз. Они есть, просто не взяли их в детское стали. Дома вы пишите два этих стиха. И заучи. Дома вы пишите два этих стиха. Дома вы пишите два этих стиха. Песня. 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 Песня.